Бойся, но действуй. Как превратить страх из врага в союзника. Автор Сьюзан Джефферс. Каждый раз, когда перед принятием решения вы чувствуете неуверенность, нервничаете, начинаете рационализировать, медлите, на самом деле вы испытываете страх. Вы боитесь последствий своего решения и делаете все, чтобы либо отложить решение, либо вовсе его не принимать. Страх очень часто стоит на пути достижения наших жизненных целей. Он парализует нас и мешает здраво мыслить. Многие решения принимаются или не принимаются под влиянием страха. И их результат оказывается совсем не тем, который мы надеялись получить. Цель книги Сьюзан Джефферс, который вы слушаете, не поиск источников страха, это задача вашего психотерапевта, а понимание того, что делать со страхом, чтобы он перестал отравлять вам жизнь. В книге содержится лишь необходимый минимум теории, касающийся психологических причин страха. Главная задача автора – даже не помочь вам побороть страх, это невозможно, а научиться сотрудничать с ним, идти вперед и не поддаваться панике. Бойся, но действуй – мировой бестселлер, который вдохновляет людей больше 30 лет. Сьюзан Джефферс объединила данные, полученные во время преподавания курса о преодолении страха в одном из университетов США и собственный опыт решения проблем, связанных со страхом. Это действительно мотивирующая книга, в ней нет значительных научных открытий, но ее главная ценность – тот позитивный настрой, который помогает идти вперед. Автор приводит много реальных историй, в которых люди либо позволяли страху парализовать себя, либо действовали вопреки страху. На их основе Сьюзан Джефферс делает выводы о том, как перестать постоянно нажимать на тормоз, который не дает нам ощутить всю полноту жизни. Неправильных решений не бывает. Каждая из них дает нам важный и полезный опыт. Главное – использовать этот опыт себе во благо. Что такое страх и можно ли его победить? Условно можно выделить три уровня страха, в зависимости от глубины его воздействия на нашу психику. Первый уровень страха – это самая очевидная категория. Это те страхи, которые легко назвать и которые знакомы каждому из нас. Эти страхи делятся на два типа. То, что с нами происходит вне зависимости от наших желаний. Старость, болезнь, инвалидность, война. То, что происходит в результате наших действий. Рост или спад карьеры. Начало или конец отношений. Второй уровень страха – это уровень вашего эго. Почему мы боимся старости или неудачу на работе? Не потому, что эти явления страшны сами по себе, а потому, что мы боимся того влияния, которое они окажут на наше ощущение себя. Мы боимся чувствовать себя беспомощными, отвергнутыми, боимся осуждения других. Но почему это так? Чем осуждение или беспомощность на самом деле страшны? Третий уровень страха – это то, что в действительности лежит на дне каждого вашего сомнения. Каждого непринятого предложения. Каждого стресса. Это страх, что вы не справитесь. Скорее всего, боязнь не справиться закладывается еще в детстве, когда родители оберегают нас от любых опасностей. В итоге в нашем подсознании всегда живет детский страх не справиться. Но этот психоанализ не имеет практического смысла. Наша цель – понять, как с этим жить, как стать более уверенными в себе. Поэтому давайте просто запомним несколько истин и будем отталкиваться от них на нашем пути роста. Страх никогда вас не покинет, если вы будете продолжать расти. Поэтому ваш внутренний рост зависит не от наличия или отсутствия страха, а только от вашей решимости. Единственный способ побороть свой страх – сделать то, чего вы боитесь. Мы всегда боимся неизвестности и никогда не боимся того, что нам хорошо знакомо. Единственный способ почувствовать уверенность в своих силах – действовать. Вы не будете бояться беспомощности только в том случае, если не будете беспомощным. Вы не один. Все люди, которые чего-то добились в жизни, испытывали и продолжают испытывать страх. Преодолеть себя и сделать то, чего вы боитесь, менее страшно, чем всегда жить в состоянии страха и беспомощности. Позиции силы и слабости Итак, мы все испытываем страх. Разница лишь в том, из какой позиции мы с ним работаем – из позиции силы или из позиции слабости. То есть, позволяем ли мы страху контролировать нас или нет. Если мы находимся в сильной позиции, страх перестает влиять на наши действия. Подсказка для женщин, которых может напугать выражение из позиции силы и которые считают, что в сильной позиции должен находиться мужчина, а женщину сила лишает женственности. Таким женщинам нужно не реже 25 раз в день повторять про себя фразу. Я сильна и любима. Я сильна и люблю. Я сильна и мне это нравится. Этот аутотренинг поможет избавиться от психологического дискомфорта. Допустим, вы хотите получить второе высшее образование, но боитесь, что вам помешает осуждение близких, неуверенность в своих способностях, нехватка времени. Семь шагов к позиции силы Шаг первый. Нарисуйте для себя горизонтальную шкалу. В ее левом конце напишите «позиция слабости». В правом «позиция силы». На этой шкале нарисуйте точку. Отметьте место, где, по вашему мнению, находитесь вы с вашим страхом, который вам сейчас мешает. Многим может показаться, что этот шаг не имеет смысла, но это не так. Этим визуальным способом вы зададите себе направление, укажете самому себе, куда стремитесь, а ваше подсознание зафиксирует, что вы готовы действовать. Можно сделать разные шкалы для разных аспектов вашей жизни. Работы, отношения с близкими и так далее. Шаг второй. Каждый день анализируйте свой прогресс на пути к цели. Что вы сделали для того, чтобы подойти ближе к позиции силы? Какие действия предприняли? Например, если вы съездили в ВУЗ, куда решили поступить, и узнали сроки подачи документов, вы сделали шаг вперед. Если же отложили эту поездку до следующего месяца, прогресса не произошло. Шаг третий. Принимая любое, даже незначительное решение, подумайте, поможет ли оно продвижению по шкале вправо. Если на вопрос мамы о ваших планах вы решили промолчать о том, что планируете продолжать образование, значит, вы выбрали сейчас не делать этот шаг на пути к цели. Шаг четвертый. Если прогресса какое-то время нет, не стоит впадать в отчаяние и укорять себя. Ведь осознание – это тоже процесс. Шаг пятый. Не позволяйте другим судить вас и оценивать ваше место на шкале. Шаг шестой. Работайте над своей речью. Замените слабые фразы «я не могу», «мне следует», «я не виноват», «эх, если бы это получилось». Насильные. «Я не буду», «я сделаю», «это моя ответственность», «в следующий раз получится». Шаг седьмой. Предпринимайте активные действия. Любые. Обращайтесь к людям за помощью. Рискуйте. Делайте что-то новое. Ежедневно планируйте для себя хотя бы одно новое действие. Но помните, неразумные риски, которые ставят под угрозу ваше здоровье, жизнь или здоровье и жизнь других людей – это не прогресс, а эгоизм. Все ваши действия и риски должны основываться на любви и целостности. Как взять ответственность на себя? Слабая позиция – это позиция жертвы. Люди со слабой позиции не предпринимают действий. Они позволяют тому, что происходит, происходить без их активного участия. Такие люди часто говорят, что они не виноваты в своих неудачах. Что они – жертвы обстоятельств. В действительности это не так. Человек, который считает себя жертвой, на самом деле принял решение не действовать. Пассивность – это тоже выбор. А значит, ответственность за этот выбор на так называемой жертве. Это умозаключение – самый лучший подарок, который можно преподнести жертвам. Чтобы перестать быть жертвой. Никогда не вините других за то, что происходит в вашей жизни. Никогда не вините себя. Нет, это не парадокс. Идея в том, что нужно не винить себя, а принять на себя ответственность. Самобичевание – верный путь к тому, чтобы стать жертвой. На этот раз своей собственной. Ведите себя осознанно. Замечайте, когда вы берете ответственность на себя, а когда перекладываете на других. Подсказка. Если вы злитесь на кого-то, значит вы перекладываете на него ответственность за то, что вызвало ваш гнев. Подумайте, почему вам удобно быть жертвой. Это сложно и требует порой серьезного самоанализа. Но этот шаг важен. Одна из студенток Сьюзен Джефферс считала, что смерть мужа – это несчастье, которое она не может пережить. Поэтому она ушла с работы, впала в депрессию, а финансовая забота о ней легла на плечи ее детей. Получилось, что трагедия – смерть мужа – дала ей возможность вести праздную жизнь и перестать заботиться о деньгах. Всегда помните, перед вами есть выбор. Старайтесь поменьше критиковать других и жаловаться. Если сделать над собой осознанное усилие, это поможет изменить и внутренний настрой. Позитивный настрой. Мы интуитивно настроены на то, чтобы ожидать негативного исхода. Все наши страхи идут корнями в убеждение, что негативный исход более вероятен. Если начать анализировать, мы поймем, что 90% ожидаемых нами негативных исходов никогда не наступят. А значит, нет смысла и бояться их наступления. Своими опасениями мы лишь создаем для себя негативный настрой и, как следствие, негативную реальность. Да, именно так. Мы сами создаем свою реальность. Наша жизнь – это то, что мы сделали из нее сами. И только от нас зависит, какова она будет. Поэтому так важно ограничить свои негативные мысли. Общаться с позитивно настроенными людьми. Окружать себя позитивными книгами, аудиозаписями, цитатами. Также очень полезны аффирмации. Это утверждение, что хорошее в вашей жизни уже происходит. Важно говорить себе, не я найду новую работу, а моя новая работа уже существует и ждет меня. Где брать позитив? Слушайте аудиозаписи с аффирмациями. Особенно утром, чтобы настроить себя на весь день. Окружите себя позитивными цитатами. Повесьте записки с вашими любимыми позитивными высказываниями на зеркало или рабочий стол. Слушайте музыку, которая вас вдохновляет. Повторяйте аффирмации про себя. Выберите одну на день и повторяйте ее про себя как можно чаще. Перед сном включите расслабляющую музыку. Важно, не путайте позитивный настрой с отрицанием. Ваша цель не отворачиваться от негативных явлений в жизни, а принять их и знать, что вслед за трудностями и неудачами придут лучшие времена. Если близкие вас не поддерживают. Когда вы меняетесь, меняются и ваши модели коммуникации. Вы начинаете по-другому взаимодействовать с людьми. Там, где раньше общались с позицией слабости, постепенно становитесь на позицию силы. Естественно, многим людям, в том числе вашим близким, это может не понравиться. На вас могут посыпаться упреки в том, что вы стали жесткими, бесчувственными, перестали считаться с мнением других и думаете только о себе. Вот две основные тенденции, по которым будет развиваться ваша коммуникационная модель. Ваши старые друзья либо заразятся вашим позитивным настроем и сами встанут на путь прогресса, либо отдалятся от вас. Вам нужна будет группа поддержки. Друзья, которые разделят ваши новые ценности. Эта группа может состоять из старых друзей и из новых знакомых. Новые знакомства очень важны. Старайтесь сближаться с теми, кто вас вдохновляет, и с кого вы сможете брать пример. Не бойтесь сделать первый шаг на пути сближения. Что касается вашего партнера, мужа или жены, верьте в то, что он или она хочет для вас лучшего, и даже если не сразу поймет и поддержит вас, это все равно произойдет. Если же нет, вы сами формируете свою реальность, и быть или не быть тем, кто не принимает изменения в вас, это ваше решение. Иногда негативная реакция близких будет вызывать в вас бурные ответные эмоции, которые могут вылиться в гнев и агрессию. Ключ к разрешению этой проблемы – ваш сознательный подход. Если вы будете понимать, что происходит и почему ваши близкие и вы сами реагируете так, а не иначе, вам будет проще контролировать себя. В основе нашей агрессии лежит потребность в одобрении, то есть опять же страх. Вам же нужно жить собственной жизнью, независимо от чего одобрение. Чем меньше вы будете нуждаться в одобрении других людей, тем больше сможете их любить. Если вы не будете ждать, пока ваш партнер одобрит ваши действия, не будете излиться на него за то, что одобрение заставляет себя ждать, значит ваша любовь к партнеру не будет омрачаться негативными эмоциями. Принятие решений Принятие решений вызывает страх у большинства людей. Мы боимся принять то, что считаем неверным решением. Однако мы сами создаем свою реальность, поэтому на самом деле неверных решений просто не существует. Даже если мы поймем, что совершили ошибку, все равно получим опыт, узнаем что-то новое о себе. И в любом случае мы справимся. Если вы решите начать новую карьеру, но через какое-то время поймете, что выбранное занятие вас больше не устраивает, вы будете знать, что это занятие вам не подходит. Вы узнаете о себе то, чего раньше не знали. Извлечете полезный урок, который поможет вам в будущем. Каждое решение – это либо выигрыш, либо новый опыт. То есть, опять же, выигрыш. Понимание того, что выбор не бывает правильным, освободит вас от страха перед ошибкой. При этом надо понимать, что выигрыш – это не только деньги или карьерный рост. Выигрыш – это еще и знание того, что вы можете справиться с любой ситуацией, что вы в безопасности. Ведь истинная безопасность – это не обладание чем-либо, это умение справляться с чем угодно. Как облегчить принятие решений? До принятия решения. Сосредоточьтесь на мысли о том, что любое решение правильное. Делайте информированный, а не импульсивный выбор. Если речь идет о новой работе, узнайте побольше о своем предполагаемом работодателе, поищите информацию в интернете, поспрашивайте знакомых. Доверяйте своим инстинктам и интуиции. Научитесь слушать свой внутренний голос. Не будьте слишком серьезными. После принятия решения. Не сравнивайте реальность с идеальной картинкой, которая сложилась у вас в голове до принятия решения. Возьмите на себя полную ответственность за свой выбор. Приняв решение, придерживайтесь его на 100%, до тех пор, пока не убедитесь, что это решение не работает. Тогда меняйте его. Прислушивайтесь к себе. Если чувствуете неудовлетворенность, значит вы сбились с курса к своей цели. Корректируйте курс. Также при принятии решений полезны техники аутотренинга. Запишите плюсы каждого решения, повторяйте аффирмацию. Я с этим справлюсь. Концепция принятия того, что дает вам жизнь, концепция Я с этим справлюсь. Настоящее противоядие против страха. Ваша готовность принять жизнь такой, какая она есть, без жалоб, виктимности и отрицания, помогает найти смысл жизни. Дело в том, что принятие жизни основано на вашей уверенности в том, что вы сможете наполнить смыслом любую жизненную ситуацию, в которой окажетесь. Как научиться принятию? Осознанно отмечайте каждый раз, когда вы говорите чему-то нет. Например, отрицание боли и нежелание ее переработать может иметь катастрофические последствия для вашего здоровья. Поэтому даже боли нужно говорить «да», иначе вы не сможете двигаться вперед. Старайтесь извлечь полезный урок из любой даже негативной ситуации. Если вы будете знать, что используете полученный негативный опыт во благо себе или окружающим, вам будет легче пережить эту ситуацию. Будьте терпимы к себе. Принятие себя – это важный шаг к принятию жизни вообще. Вся полнота жизни Поиск смысла жизни – это древнейшая человеческая потребность. Людям важно понимать, что они живут не зря, что их жизнь служит какой-то цели. Самая большая несправедливость, которую человек может совершить по отношению к самому себе, это позволить своей жизни служить какой-то одной цели. Если эта цель когда-нибудь будет достигнута или окажется недостижимой, вся жизнь тут же утратит смысл. Женщины часто совершают ошибку, посвящая свою жизнь либо своему партнеру, либо детям. Но партнеры уходят, а дети вырастают. И получается, что женщина, оставшись наедине с собой, ощущает лишь пустоту. На самом деле каждый из нас сам наполняет свою жизнь смыслом. И только от вас зависит, насколько полной будет ваша жизнь. Чем полнее жизнь, тем больше радости вы от нее получаете, и тем ближе вы к позиции силы. В идеале ваша жизнь должна выглядеть как соты, в которых каждая ячейка будет соответствовать значимой части жизни. Если одна из ячейк выпадет, у вас еще останутся другие. Чтобы наполнить смыслом каждую ячейку таких сот, каждую часть своей жизни нужно отдаваться этой части на 100%. Это значит не относиться к этой части как к запасному варианту. Заброшены игрушки, которую можно при случае подобрать, если не найдется чего-то получше. Если речь идет о работе, занимайтесь ею с увлечением. Добивайтесь новых высот. Стремитесь к карьерному росту. Если речь о хобби, отдавайте ему свое свободное время. Регулярно возвращайтесь к нему. Старайтесь преуспеть в нем. Если вы пока не знаете, как придать смысл каким-то ячейкам ваших сот, сделайте вид, что знаете. Участие на все 100 скоро победит незаинтересованность и скуку. Визуализируйте то, как сейчас выглядит ваша жизнь. Сколько в ней значимых частей, каковы они и сколько места занимают. Теперь визуализируйте идеальный образ. Нарисуйте, как вы хотели бы, чтобы выглядела ваша жизнь. Что вы хотите добавить в нее? Что возможно убрать или уменьшить? Определите, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы приблизиться к идеальной картинке. Наметьте план действий. Начинайте действовать. Жить полной жизнью невозможно без любви и доверия. Это очевидная на первый взгляд мысль на деле не так уж проста. К сожалению, очень немногие из нас способны на бескорыстную любовь. Ведь когда мы отдаем что-то, часто испытываем страх, что не получим ничего взамен. В то же время, только бескорыстная, искренняя любовь может победить этот страх. Дело в том, что бескорыстная любовь возникает только тогда, когда человек находится в позиции силы. Слабая же позиция, наполненная страхом быть отвергнутым, не получить любви в ответ, не способна на бескорыстие. Здесь заключен парадокс. Бескорыстно дарить что-то может лишь тот, кто сам богат. Но богатым себя чувствует лишь тот, кто дарит бескорыстно. Единственный способ разорвать замкнутый круг – начать отдавать, дарить любовь, благодарность и доверие. Как научиться бескорыстной любви? Лучше всего начать с благодарности. Благодарите людей вокруг вас, ваших близких, друзей, коллег по работе. Вспоминайте все, что они для вас сделали, и регулярно говорите «спасибо». На работе делитесь информацией. Не бойтесь конкуренции или того, что кто-то использует полученные сведения против вас. Ведь вы знаете, что со всем справитесь. Хвалите других. Дарите свое время близким. Участвуйте в благотворительности. Помогайте близким. Все эти шаги приведут вас к тому «я», к которому вы стремитесь. Настроите связь с вашими лучшими качествами – способностью любить, добротой, щедростью и способностью радоваться. Эту связь нельзя терять. Наоборот, нужно лелеять этот источник радости и защищенности в самом себе и прислушиваться к нему, а не к вашим страхам и негативным мыслям. Единственное, что вам может помешать – это нетерпение. Вы должны быть терпеливы и верить, что изменения, к которым вы стремитесь, обязательно произойдут. Нужно лишь дать им время. Верьте, что все идет хорошо. Не торопите события. Но в то же время занимайте активную позицию и используйте те ситуации, которые предлагает вам жизнь, не позволяя себе пассивно плыть по течению. И в какой-то момент вы поймете – цель жизни – это несчастье. Счастье – это кратковременный всплеск эмоций, который не может длиться долго. Цель жизни – это радость, удовольствие, которое вы получаете от самого процесса жизни, от ее полноты и от окружающей вас бескорыстной любви. 10 лучших мыслей Глубинная причина любого человеческого страха – это боязнь не справиться с обстоятельствами. Ваша цель – не победить страх, а научиться идти вперед вопреки страху. Если вы будете ждать, пока страх пройдет, вы ничего не добьетесь. Человек, который позволяет страху сковать себя, находится в слабой позиции. Переход в сильную позицию требует постоянной работы над собой. Мы сами создаем свою реальность. Поэтому, если человек находится в слабой позиции, значит он сам выбрал ее для себя. Чтобы занять сильную позицию, нужно научиться принимать на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни. Чтобы начать двигаться к росту, не обращая внимания на страх, важен позитивный настрой. Его также нужно тренировать. Ваш внутренний рост и переход на позицию силы не всегда может быть принят близкими. Старайтесь понять их и проявите терпение. Это поможет вам не испытывать агрессии. Чтобы процесс принятия решений давался вам проще, помните, что неправильных решений не существует. Потому что вы в любом случае справитесь. Человек, находящийся в позиции силы, живет полной жизнью. Имеет множество интересов и целей. Полная жизнь невозможна без бескорыстной любви. Чтобы научиться бескорыстно любить, нужно не ждать любви от других, а начать дарить любовь, понимание и благодарность, не ожидая ничего взамен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова